Телеканал КРТ представляет Фальсификации Причем они тогда имели абсолютно полный контроль То, что называется выборы под домом автоматов Это как раз было в 1947-1948 год Италия, Франция В Греции тоже под британскими автоматами Проводили выборы И тем не менее у них не получилось Фальсифицировать очень сильные коммунисты Тогда и в Греции В Греции очень много получили голосов То есть не победили По результатам, но более 30% получили, что во Франции Что в Италии Сейчас же технически мы более совершенные Какие технически? Технически наоборот Развитие всех этих технологий Посмотрите, допустим Генезис украинских законов Они ужесточают всякие там процедуры Которые минимизируют Возможность фальсификации И если, допустим, в 1947 году При американских автоматах При американских оккупационных войсках В Италии Не смогли свести, допустим, долю коммунистов К нулю При том, что там была и агитация, и не агитация И давление И мы помним Эти охоты на ведьм Которую развернули Буквально по всему западному полушарию То здесь В любом случае Есть Дополнительные технологии Уже были проведены Я вот сейчас Хочу обратить внимание Что вот здесь В комментариях пишут О том, что Мол, как могут люди Которые не живут в Белоруссии Говорить, кто там победил Я сейчас оперирую В принципе Общими понятиями Историческими аналогиями Вот тот же Ален Далис Да, этот один из основателей ЦРУ И как бы Один из основателей Которой концепции Реализации которой Советский Союз развалили Так вот Он говорил, что Один из основных Источников информации Это исторические аналогии То есть Их нужно проводить Вот мы сейчас проводим Исторические аналогии По поводу фальсификации Причем в более Как бы Отсталое время Но отсталое не в плане Технологии фальсификации Потому что в Белоруссии Допустим Не было таких ноу-хау Как в Польше Вот в Польше Буквально за 2 мая Да, по-моему Прошли выборы президента И там внедрили Ноу-хау Электронное голосование Причем никто не знает Каким образом Эти же серверы Охранялись Да Но выиграл действующий президент Я не слышал Чтобы американцы Протестовали Против электронного голосования Которое не было Апробировано раньше Люди проголосовали Я не говорю Что там поделан голосование Я просто говорю Что там была Реализована технология В которой Можно было бы Фальсифицировать Очень-очень сильно С учетом того Что здесь в комментариях Просто баталия Прямо идет Одни кричат Что выиграла Тихановская Другие кричат Что выиграла Лучшенко Тихановская выиграла Где Хотя бы Одно заявление В суд От Тихановской Но с другой стороны Люди Которые живут в Беларуси А может Мы как раз Вам дадим возможность Пожить здесь И может Тогда Вы такие Сядете И скажете Знаете Наверное Даже дистанционно Я могу все-таки Понять Что в Беларуси Лучше Понимаете Посмотрите Еще чем Апеллируют К чему апеллируют Еще сторонники Победы Тихановской Они апеллируют К результатам Зарубежных участков Но извините На зарубежные участки Голосуют люди По большей части Те которые В Беларуси По той или иной причине Не нашли А Тихановская Кстати По поводу блогера 587 тысяч Это очень много Для нее Потому что Откройте Ютуб канал Страна для жизни Собственно Ютуб канал Тихановского Там 276 тысяч Подписчиков И мало Какие ролики Набирают 300 тысяч То есть 587 тысяч Голосов Это очень много Я к чему Об этом говорю Потому что Канал вроде как По определению Ее основной Канал коммуникации И если на ее Основном канале Канале коммуникации Ролики Средним набирают 80-100 Ну там 120 тысяч То вот это Вот и есть Ее сторонники Канал коммуникации